Здравствуйте! Сильное желание обильно поесть, закурить и выпить алкоголь нередко возникает на фоне стресса. Наша программа Стоп Стресс о том, как наилучшим образом избежать, смягчить стресс. Но для начала мы должны выяснить природу стресса, понять ее для себя. Давайте представим себе, что это вы. Человек с неприятным лицом, потому что вам повидался человек Николай, который сделал вам что-то неприятное. И при встрече с ним ваши мышцы напрягаются. Кроме того, во время этого стресса, который возникает, повышается частота сердечных сокращений, учащается дыхание, в кровь поступает повышенное количество глюкозы, даже увеличивается свертываясь крови, а мышечный тонус, напряженные мышцы повышен. Но в то же самое время деятельность пищеварительной системы подавляется, поэтому не желая вам кушать с этим человеком, в этот момент пища для вас не будет весьма полезной. Вы сосредоточены, вы внимательны, вы готовы дать вовремя ответ этому человеку, потому что у вас стресс, вам кажется, что он какую-нибудь гадость да выкинет сейчас в отношении вас. Помогает ли стресс в этой ситуации? Вы знаете, это отрицательный стресс. И стресс сам по себе, это неплохая совсем уж и штука, потому что при разрешении сложных вопросов стресс, положительный стресс, он помогает сконцентрироваться, проявить какое-то сверхусилие, и те изменения в организме, которые я упомянул выше, направлены на то, чтобы мы боролись с каким-то обстоятельством. Бог специально заложил в нас этот механизм стресса. Он нужен при экстремальных обстоятельствах. Мы могли бы сконцентрироваться и реагировали соответственно ситуации. Вам, наверное, много известных случаев, когда человек, убегая от собаки, перепрыгивает через полутораметровый забор. В спокойном состоянии такой прыжок он повторить уже не может. Также отмечу, что после того, как человек справился со стрессом, все показатели в организме приходят впоследствии в норме. Но вот в чем беда. И это проблема. При виде Николая мы ведем себя напряженно. Мы испытываем отрицательный стресс. И этот стресс ведет нас к старым зависимостям. Вот если бы мы могли вести себя по-другому, но при одном только взгляде на него, только при воспоминании об этом человеке, вы можете замкнуться, вы можете переодолевать опять и опять отрицательные механизмы стресса. Под действием стресса, конечно же, мы чаще всего возвращаемся к старой зависимости. Давайте посмотрим на природу стресса, когда в этой ситуации Коля появляется перед нами. Это является нашим стрессом? Нет. Он может быть раздражителем. Раздражитель – это еще не стресс. Но стресс – это вы, которые испытываете его посредством раздражителя. Что это происходит на самом деле? Происходит реакция нашего организма. И важно понять, что если мы поменяем отношение к этому раздражителю, мы решим вопрос со стрессом. Мы не будем с вами обильно есть, мы не пойдем сразу же затравиться сигаретой. О людях, которые вызывают у нас стресс, обычно говорят, он меня раздражает, достает, выводит. Но важно понять, что происходит с нами, когда мы испытываем подобный стресс. Физиологические изменения, которые происходят при этом в нашем организме, приносят нам вред. А сколько таких раздражителей человек встречает за один день? Сколько внештатных ситуаций? Проспал, спустило колесо, вовремя что-то не доставили, автобус задерживается. Сегодняшний совет для вас – это признайте, что у вас стресс. Это первый шаг для того, чтобы прекратить отрицательный стресс. Стресс предназначен только для очень серьезных дел, когда нам нужно сосредоточиться в других обстоятельствах. Если вы паникуете и вызываете в себе физиологические подобные изменения, вы беспокоитесь по пустякам, то нужно что-то менять. Но первый момент – это признать, что у вас стресс. Стресс в каждом шагу, ведущий впоследствии к зависимости. Поэтому, повторюсь, постарайтесь своевременно осознать, что у вас стресс. Очень часто люди не осознают, что с ними что-то происходит. Надо сказать себе – у меня стресс. Важно понять, как пережить, смягчить стресс, уменьшить его воздействие. Но на первом этапе вы должны сказать – это стресс. Итак, повторим все, что было выше представлено. Стресс – это не то, с чем мы сталкиваемся на самом деле, а то, как мы реагируем на происходящее. А значит, проработав над собой в различных ситуациях, мы сможем подобный стресс не допустить, либо же смягчить его последствия. Попробуйте завтра, в течение дня понаблюдать за собой, чтобы понять, кто или что вызывает у вас стресс. Что вы чувствуете при этом? Как после этого вы ведете себя? Что вы можете сделать, чтобы не допустить развития стресса и зависимости? Своевременно ли вы осознаете, что у вас стресс? Итак, помните, выход есть! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова